Доброе утро, народ Божий! Слава Господу за этот день! Аллилуйя! Рад видеть каждого здесь. Надеюсь на взаимность. Я хочу прочитать одно место из Писания. Это Евангелие от Марка 11, 15 стих и 16. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков из камьи продающих голубей прокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Аминь. 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 Если не ошибаюсь, в Евангелии от Матвея, параллельная история. И там еще приводится пример из Исаии, что ревность по доме Божьему не дает меня. Аминь. И там тоже, мы говорим о примерах из Исаии, что я имею в виду из Исаии, чтобы, прежде всего, в моем сердце, в сердце каждого из нас. И в моем сердце, и в сердце каждого из нас. Когда мы приходим сюда. Чтобы в начале служения, в момент служения у нас не оставалось ничего. Все домашние дела, заботы, суета. Я верю, что наш Бог не хочет, чтобы мы несли это сюда. Но сюда должно заходить наше сердце. Не продавать что-то, не думать о том, а как я вот это сделаю, вот это сделаю. Не продавать что-то, а не думать о том, что я хочу делать, как я хочу делать, как я хочу делать, что я хочу делать, что я хочу сделать. Но чтобы в данный момент все осталось за беденами. Но осталось только чистое сердце, которое готово принимать Божью любовь. Потому что каждый из нас знает, что суета, она съедает. И иногда ты сидишь на служении, вроде бы слушаешь проповедь, и потом какая-то одна мысль только залетела в голову. И если ты ее не остановил, все, пошла цепочка. И ты минут через десять такой, ой. А что там проповедник говорит? А что там проповедник говорит? Дорогие мои, давайте оставим только наше сердце. И, дорогие мои, давайте оставим только наше сердце. Потому что у каждого из нас проблем очень много. Чакан из нас имеет много этих проблем. Но сегодня, седьмой день, можно сказать, что седьмой час, да? Время пребывать в Божьем присутствии. Давайте мы встанем. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за сегодняшний день. Мы благодарим Тебя за это время, которое отделено для того, чтобы пребывать в Тебе. Чтобы наполняться Тобой. Отец, мы сейчас, каждый, все вместе, в одном духе, Господь, мы взываем к Тебе, объедини нас, чтобы во всех нас горела одна страсть. И в данный момент, здесь и сейчас, поклониться Тебе. И мы оставляем всякую суету, всякие мысли о наших делах, о наших заботах, о наших проблемах, как написано в Твоем Слове, ищите прежде всего Царства Небесного. И правда Его, и все это дастся Вам. Боже, здесь и сейчас мы ищем Тебя. Точнее, даже не ищем, а мы открываемся, чтобы объединиться, наполниться Тобой. В Твою славу и Твое величие. И мы благословляем сегодняшнее служение. Боже, пусть сегодня течет Твоя река. Река Твоей любви. Которая захватывает каждого из нас. И чтобы всякое сердце, которое имеет еще какое-либо сопротивление внутри, оно полностью преклонилось перед Тобой. И чтобы он полностью скинулся перед Твоей. Как Езекиил, который видел видение. Когда он входил в поток. И с каждым шагом этот поток становился глубже и сильнее. И пришел момент, когда он уже не мог стоять. Боже, во имя Иисуса Христа, помоги каждому из нас так войти в Тебя. Чтобы мы не могли стоять на своих ногах. Но полностью растворились в Тебе. Мы благодарим Тебя за Дух премудрости и откровения. Которым Ты сегодня будешь вкладывать в каждого из нас. Твое Слово. Во имя Иисуса Христа. И мы благословляем уста проповедующего. Мы благословляем друг друга. Мы благословляем наш город. Нашу страну. И нашу планету. Боже, во имя Иисуса Христа, да придет жажда познания Тебя по всей земле. Благодарим и воздаем Тебя по всей земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. А дети в зале есть? Раз, два. Они попрятались. Слава Господу. Мы даже иногда, да не иногда, мы не можем представить, что Бог будет делать через каждого из них. Это невообразимо. Что Он может сделать. И наша задача, молитвенно выстраивать их жизнь. И давать им пример мудрости. Чтобы жажда по Богу. Она возникала в них через каждого из нас. Чтобы глядя на нас, они видели, этот человек жаждет. Слава Господу. Отец, мы благословляем наших деток во имя Иисуса Христа. Боже, пусть Твоя милость и благость пребывают в каждом дне, на каждом из них. Пусть Твоя сверхъестественная мудрость с этих малых лет наполняет их разум. Наполняет их сердца. И пусть Твоя сверхъестественная защита будет на каждом из них. Чтобы они возрастали в Твоей силе и славе. И чтобы через каждого из них все, что Ты имеешь, оно высвободилось во всей полноте. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословны все нам, которые здесь находятся. И также те, которые с нами онлайн. Мы вас благословляем. Слава Богу за каждого из вас. Рад всех вас приветствовать. Те, которые, возможно, впервые с нами здесь. И также те, которые с нами, возможно, видят нас впервые через трансляцию. Я убежден, что Бог благословит Тебя. Но, конечно, Он благословит Тебя, и Меня Он благословит. У Бога есть Слово к Тебе. И у Бога есть Слово для Тебя. Аминь. К Тебе и для Тебя. Важно быть открытым. Просто готовиться к тому, чтобы принимать. Аминь. Слава Богу. И буду делиться словом на такую тему. Сила Божьего Слова. Сила Божьего Слова. В прошлый раз мы говорили с вами о важности пребывания в Божьем Слове. Аминь. Это очень важно. Это капитально. Это капитально. Чтобы мы с вами пребывали в Слове Божьем. И мы читали с вами основной стих, которая была из книги Иисуса Навина. И написано в первой главе «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Аминь. И мы говорили с вами то это слово, которое здесь на русском переведено как «поучайся в ней». То есть на русском это «поучайся», но на украинском это «раздумываты». И Иисус, когда она говорит «Деумер» в этой пароле в Украине «ok общество» с «поучайся», «рехлечис» «детяг». И в английском это слово «медитер». И в английском «та же самая». И в английском то же самое «медитер». Я говорила что это не так, что это слово «медитание». Это неплохо это слово. Я говорила не на то, что это не боится. «медитание» или «детание». Потому что это не плохое. «да» Есть иногда таки слова которые которые со временем берут другую коннотацию, и люди берут их в основном в негативном, хотя это может быть хорошее слово. На самом деле нам нужно именно размышлять, потому что медитировать над словом, это углубляться. Если мы боимся слова медитации, потому что мир его употребляет в другом назначении, они наоборот, для них медитация это, знаете, опустошиться, настолько все опустошиться, будет таким свободным, это медитировать. А для нас медитировать над словом, это наоборот, углубиться в слове. Потому что нет ничего важнее, чем слово Божие. Нет ничего важнее. И важно, чтобы мы просто понимали это, чтобы ты и я осознавали этот факт. И Иисус Навин, он должен будет именно пребывать в слове, независимо от его занятости. И я говорил в прошлый раз о том, что на самом деле я понимаю, что мы с вами очень заняты люди. И понятно, конечно, что нет времени читать. Но Христос тоже был очень занятым человеком. Но он находил время для молитвы. И потом я сказал, конечно, когда понятно, что нам нет времени читать, и так как бы образно говорить, это в сутки. Но на самом деле так быть не может. Бог-то, создавая нас, давая нам 24 часа в сутки, скорее всего, Бог как-то знал, что у нас будет время читать. Иисус Навин, когда мы говорим о том, что нам не нужно помнить, И мы можем с вами читать книгу притча 4 главу. Мы будем читать сейчас. Притча 4 главу с 22 сека. Притча 4 главу с 22 сека. Написано здесь. И это критик. Сын мой, словам моим внимай и к речам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего. Потому что они лишь для того, кто нашел их. И здравия для всего тела его. Мой сын, будь внимательна к моим словам. Клине твои очки на моих discours. Которые не отходят от твоих глаз. Гарри их в конце твоего. Которые они сутки и сутки и сутки и сутки и сутки и сутки и сутки. Притча 5 главу с 22 сека. Означает читать, слушать, размышлять над, иметь понимание от Святого Духа. Но и также сообразовывать свою жизнь в соответствии с этим словом. Амин. Амин. Пребивать не просто сез и прочитать. Не просто сез и лечь. И если бы, мы говорим просто, а чтение, то есть, знаете, как бы, это игослов, но можно говорить, бюват в слове, или же пребюват в слове. Вот, я бюваю в слове, там, время-то время не читаю, бюваю. Но пребюваю, это как бы, я остаюсь, я пускаю корни. И когда мы говорим, если это просто один язык, бей, это значит, что я бью, и когда он говорит, я беру, это значит, что я беру мои racины, и я туду в глубоком. Поэтому, пребывание в слове Божьем это постоянный продолжающийся процесс. Так не может быть, что я уже прочитал Библию, но с меня все, знания одни есть, и все. Такой быть не может. Иногда ты встречаешь христиане, которые, ну, я знаю там, что написано. Когда мы так говорим, это гордость. Нам нужно пребывать в слове, потому что Бог открывается в слове. Возможно, это слово кажется вам таким простым, но и так понятно, но оно нужное нам. Поэтому тебе и мне, как я говорил в прошлый раз, что Бог нам дал и так же способность творить. Но не только в смысле негативного, он вот он натворил, не в этом плане. Творить в хорошем смысле. Мы можем сотворить время. Нужно сотворить условия. Прямо. Мы будем мать ситуацию, кондиция. Я не знаю как. Я не знаю как. Конечно, жизнь наша отличается от одного до другого. Безусловия. Но при всем этом, Бог всех приводит к одному. Всем нам нужно пребывать в слове Божьем. Амин. Нет экскюз. Нет исключений. Нет исключений. Каждый. Каждый из нас. Потому что мы растем от слова Божьего. Как бы это ни было простое слово. Как бы это ни было, но что ты нам повторяешь, долбишь уже, долбишь это слово, долбишь это слово, простите меня. Ну потому что это нужно. Если, возможно, это слово не нужно, я тебе задам вопрос. Сколько ты бываешь в слове, сколько ты читаешь, тогда подумай, это слово нужно сейчас тоже проповеду или нет. И когда я говорю, я говорю нам всем. Я не указываю кого-то. Я говорю нам всем, потому что всем нам нужно расти. Амин. Потому что в жизни мы сталкиваемся с различными ситуациями. И мы также видим чудеса. Мы видим руку Божьей в своей жизни. Мы видим, как чудеса совершаются. Или в твоей жизни, или в жизни других людей. Но как мы замечаем, возможно, у кого-то так. Понятно, что каждый день это чудо от Бога. Сам день это чудо от Бога. То, что ты дышишь, это уже чудо от Бога. То, что я дышу, это чудо от Бога. Мы должны воспринимать все как положено, что оно так и есть. Все, что мы имеем, когда ты встаешь, когда я встаю, это Божья милость. Это Божья благодать. И нам нужно всегда благодарить Бога за это. Но я хочу сказать, есть также чудеса в смысле того, что там какие-то перемены, то, о чем мы молились, оно произошло, Бог ответил на молитву. Возможно, есть такие люди. Но я замечаю, что чудеса в нашей жизни иногда они есть, иногда какое-то время его не икнет. Если у вас не так, вы меня простите. я замечаю, что ты о чем-то помолился, чудо случилось. Слава Богу, но возможно, в то же самое время, в другом сфере, в другом направлении, ты еще ожидаешь возможно чудо. Но здесь уже случилось. Слава Богу, мы живем чудесами. Мы живем чудесами, то что Бог, то что мы просыпаем, мы ходим, то это все боже, чудо. Мы не живем кроме Можей, как мы говорим, Можей Божий. Это пророк Ильи. Это человек, который совершил больший мир. Больший мир. И не было дождя. И как библия написано, три тис плавину, паразм, у нас три года. И Библия уточняет, что Илья, который был человеком подобен тебе и мне, он помолился и Бог дал дождь. И Бог дал дождь. Это же Илья. Это же Илья. И он призвал Агон. И он призвал Агон. Он говорит, что Бог не был. Бог есть. Он есть. Он живет. Он творит чудеса. И Илья. Но спустя некоторое время, этот же человек, который увидел, как Агон, прямо по его молитве, Агон с неба сошел, он услышал интересную новость. Он услышал интересную новость. Что Иезавел, узнавши о том, что случилось с пророками, а плюс, что случилось с пророками, он поставил себе цель и уничтожил его. Знаете, очень интересно, как поступает наш враг. Иезавел не поставил его убит. Не. Он поставил Ладгана. Он поставил на Ганса. Иuma. Они поставили на них. Не поставили их сразу. Нет, передайте им, что как я его найду, как я его найду, точно так же, как и эти пророки, которые он сам знает, что он с ними сделал, точно таким же образом, таким же образом будете с ним. Это не было, когда вы пришли, он услышал новость, вест, слава. Это не были грехи, но он только услышал, что он слышал, что он слышал. Мы читаем, что это третий царь, что мы лисуем, что он с ним, это первый рой. Первый рой, в 19-м году, в 19-м году, в 19-м году. Извините, в 19-м главе, с первого сека. Первый рой, в 19-м году, в 1-м версии. И пересказал Ахав, Езавель, все, что сделал Илья, то есть, как убили пророки, созвал огонь и так далее, что он убил всех пророков мечом. И послала Езавель посланца Илья сказать, пусть то и то сделают мне, боги. И еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из этих пророков. И Ахав рассказал Ахав, Езавель, все, что Илья делала, и как он убил всех пророков. И Езавель envoyал мне сообщение Илья, сказали, что так, что они делали с душой. И так, что они пишут, если сегодня, в 7-м году, я не делаю тебе то, что ты делаешь каждого из них. Амин. Вот. Знаете, посланник пришел, передал послание и ушел. Амин. Не арестовали Илью, сразу его не арестовали, просто передали послание. Передали информацию. И теперь видим, что происходит. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасить жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути. И придя, сел под можжевельным кустом. И просил смерти себе и сказал, довольна уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лёг, и заснул под можжевельным кустом. И вот ангел кастнулся его и сказал ему, встан еш. И взглянул Илья, и вот у изгалове его пичона лепешка. И кувшин води. Он паил, и напился, и опять заснул. Амин. 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 Аминь. 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 И если мы видим, что Иезавел он пытается его обманать, то в чем это произошло? Я найду и убью тебя. Он бегает. И когда он говорит с Богом, он говорит, Бог, ты убей меня. Он бегает от тенды смерти. И он приходит, Бог, ты лучше меня убей, чем она меня убьет. Это другая тема. Ну, итак. Илья услышал весть. Он побоялся. И мы видим разговор с Богом. И мы видим, что ангел пришел в первый раз. Положили ему печенье и воде. Он поел, заснул. Потом ангел второй раз пришел. Опять принесли подкрепление. Он поел и тут раз встал. Почему? Бог говорит, кушай, укрепляйся, потому что дорога перед тобой длинная. Дорогой брат, дорогая сестра. Дорога перед тобой, передо мной, длинная. Дорога перед тобой, передо мной, длинная. И никто не знает, не знает, что мы там столкнем с этой дороги. Никто не знает, что мы там находим с этой дороги. Илья, когда он видел таки, чудеса Боге. И ли, кто видел таки, чудеса Боге. Он увидел Руку Боге. Он видел Руку Боге. Он видел, как он усыщал весть. И когда он услышал, как он услышал его жизнь, Он сразу подзабыл. Он увидел, что чудеса, который Бог создавал. Дорогие братья и сестры, чудеса изнаменит да и амин. Они нужны. Они необходимы. Мы не живем ими. Они укрепляют нашу веру. Они поднимают нас. Они не строят нашу крестенскую жизнь. Повторяю, чудеса нужны. Изнаменит да и божене нужны. Мы видим, что жены креста. Люди получали чудеса. Некоторые просто от того, что они видели чудеса, не меняли ничего у них. Некоторые просто изумлялись. Вау! Но от этого жизнь менялась? Нет. Я не говорю, что чудеса не нужны. Они нужны. Они на своем месте. Амин. Потому что Бог твой, Он Бог чудес. Амин. И Он по ней не творит чудеса. Он не поменялся. Он творит чудеса и сегодня. Но знай, что чудеса, которые Он творит, это чтобы немножко укреплять твою веру. Немножко показывать тебе, что Он не оставил тебя. Потому что другим путем тебе невозможно тебя, как сказать, убедить. Нет возможности тебе каким-то образом показать, что я здесь. Мы люди. Мы люди. Мы привыкли что-то ощущать. Что-то видеть. Поэтому, когда мы ничего не видим, мы начинаем паниковать. Мы начинаем паниковать. Мы начинаем паниковать. Пророк Илли. Пророк Илли. Он, который был угрозом, для того, чтобы пророков, он начал паниковать. Он начал бояться одну женщину. Он начал бояться одну женщину. Вы понимаете о чем? И то, он армию не увидел. И он не видел. Принесли ему весть. Он lui apportал juste un message. Я не знаю против какой весть сейчас ты сражаешься. Какая весть достучалась до твоей двери. Я не знаю, какая весть сейчас тебя тревожит. Есть разные вести, которые стучатся. Разные вести. Они пытаются ворваться. А куда они хотят ворваться? В твое сердце. И мы читали с вами в притче четвертую главу. Больше всего хранимого храни твой банковский счет. Больше всего хранимого храни твой кошелек. Больше всего хранимого храни твой баночки. Больше всего хранимого храни твой баночки. Больше всего хранимого храни твой баночки. Он хранит твой баночки. Как же ты можешь хранить о cheio то? Как же ты можешь хранить сердце? Может быть без�ец твой житель? Мы читали притчу с вами. Сын мой, словам моим внимай, или же прислушивайся к моим словам, и к речам моим преклони ухо. Дорогие, иногда мы можем быть на собрании, тут слово Божие звучит, а рядом с тобой кто-то, который, вот, твое ухо делает невнимательным к тому, что говорится. Это может быть физически, это также может быть духовно, ты сидишь здесь, представь себе, сидишь здесь, и раз вспомнил, нам же в гости пригласили через субботу. Представь себе, какая связь между тем, что вас через субботу пригласили, и тем, что вы сидите на собрании, Можете вас слушать. Это враг, не желает, чтобы твое ухо анабуила, как, внимательно к тому, что Бог говорит. И это ненави, который не хочет, чтобы твое ухо soit оттенки и инклины к тому, что он говорит. Поэтому, написано здесь, Сын мой, чтобы ты преклони ухо, не ангел преклони твое ухо. Ты и я, нам нужно постараться себя таким образом позитивно, чтобы я был быстрее наслышан, скоро наслышан. Ты и мы, мы должны, ну, мы должны, мы должны, мы должны быть, чтобы мы будем, инклины, а экутер, мангел преклони твое ухо. Амин! Амин! Я уже не говорил о том, что они говорят в коридоре и говорить там. То есть идет собрание, идет слово, но конечно в конце, о чем было проповедовать? Конечно, об Иисусе. Сто процентов об Иисусе. Потому что если бы в церкви не было об Иисусе, что там за церковь такая, что об Иисусе не проповедует? Да не отходят, слава Божие, от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего. Почему надо хранить? Потому что слово Божие, которое мы впускаем в себя, оно внутри сердца, создает своего рода защита. Как дамбу, оно защищает там, где есть источники. Свобоже, оно защищает от проникновения таких вестей, подобных, как получил Илья. Илья услышал вест. Илья услышал вест. Настолько он пустил вест внутри себя. Настолько он переводит. И страх Парабатило его волю Страх парабатило полностью его Поэтому он сразу от человека Мощного мужа Божьего Превратился в боязливого человека Поэтому важно, дорогие Чтобы мы понимали Что Слово Божие, которое мы слышим Сил мой, слова мои, внимай Внимай, то есть слушай Если я внимаю Значит не я говорю Амин Если я внимаю, значит не я говорю Кто-то говорит другой Но так же написано Да не отходят они от глаз твоих Значит если они от моих глаз не отходят А то скажешь Пастор какой-то мир Говорит Слово Божье Берет бумагу Беру Библию Вот Чтобы они не отходили От моих глаз Значит я что делаю Что я читаю Что я читаю Амин Амин Для того, кто нашел их Это жизнь Для того, кто нашел Слово тут как бы нашел И если Либо 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 Трувер Будет Вот Слово для того, кто сохранил Вот Ну Слово Слово Что передает Здесь Начни потому что ты искал Потому что Ты будешь вниматель Потому что твои глаза Не отходили Поэтому Если это слово Ты смог Пустить В себя Вот Принял Это Это для тебя Будет Жизнь Амин 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 Итак Илли Пророк Божи Он был уже на грани Илли Так как ты илли Мы видим руку Божию Мы радуемся Мы веселимся Потому что Бог ответил на молитву Но Через время Какая-то новость приходит Это может быть через какие-то обстоятельства Какая-то ситуация дома в семье С детьми На работе Нету разницы Какая-то ситуация приходит Запомни Ратишь Цель Любой ситуации Которую от врага Прикуда твои жизни Л'objectив Де Тут 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 Прежившево Ти Байалс Чтоб Ти Или Байалс Или Засамнивался Те Сно В этом Ракурсе Это Цель Потому что Как только Мы пускаем Страх Как только Страх Приходит Тогда Дьявол Начинает Порабощать Нашу Веру Начинает Просто Душить Это как В Притче Душа то, что у тебя было. Садушат то, что там было. А потом начинают душить тебя самого. Или меня самого. Нет разницы. Поэтому важно тебе и мне понимать, что нам нужно пребывать в слове, как говорил Иисус Христос. Чтобы мы пребывали в его слове. И чтобы его слов в нас также пребывало. Аминь. Это важно. Чтобы ты и я, дорогая церковь, мы пребывали в слове. Когда мы читаем внимательно эту книгу Илья, мы видим, что Бог послает ангела. И ангел приходит и приносит ему хлеб. И води немножко. Он настолько уставший. Иногда духовно мы настолько уставшие. Он настолько удастся. Да, наши люди видят хадячими. Да? Хадячими, да? Мы, 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 там такой сон, там такой сон, глубокий, мирный. Мы даже, ромфли, ромфли, ромфли. Мы даже храпим. Но внешне, люди, когда видят нас, они видят красивого, но я добавлю красивого, потому что Бог мне сотворит красивого. Я добавлю. Халянуя, Гаспор. Халянуя, Сещество. Люди, ты же красивый, ты же красивый. Люди, ты же видят красивый, ты же видишь. Но как, вебицы, люди, Иисус говорит, что как грабы, а крошки. Иисус говорит, как Джесу, это как бы, тамболи. 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 Потому что вынутри. скелет нет жизни но внешне эти люди они ходили точно так же иногда мы уже духовно мы просто спим валяемся там еще одеяло так хорошо разложено мы просто и подушку мы спим мирно как младенец и что нужно чтобы разбудить нас что нужно чтобы разбудить себя и разбудить меня чудеса конечно ты проснешься попрыгаешь порадуешься но так как не имеешь себе корни то опять Жезавель сказала опять мы убежим поэтому прикуд ангел приносит хлеб и вода мы знаем в писании что означает хлеб хлеб это прообраз Божьего Слова и когда мы говорим о воде я не говорю что Дух Святой это вода я так не говорю нету знак равенства но я говорю о проявлении то есть мы берем прообраз как поэтому для того чтобы тебе мне нам с тобой проснуться тебе нужен хлеб и тебе нужна вода тебе нужен хлеб и тебе нужна вода если ты это не примешь делай все что ты хочешь все что ты хочешь опять придешь к разочарованию ты так и не проснешься и ты и ты не будешь не поменять Ангел пришел вторичный, да? Вторичный, да? Вторичный пришел Ангел. Он был второй. Настолько сон был глубок. Телемо, что сон был глубок. Догим, с вами, насколько тебе и мне нужно именно медитировать. Вы знаете, потому что настолько сон глубок, настолько и нам с тобой нужно просто укорениться в Слове. Настолько нам нужно войти, войти и войти. И Ангел пришел второй раз. Хлеб. Попит. Укрепился и проснулся. Теперь, когда у тебя есть Слово, и когда есть Святой Дух, знай, что дорога длинная, ты сможешь пройти этой дорогой. Амин. Амин. Итак, тебе и мне, дорогая церковь, нам нужно Слово Божье. Тебе нужно Слово Божье, чтобы укреплять твою веру. Мне нужно Слово Божье укреплять мою веру. Любой человек, любой крысанин, как только он перестает пребывать в Слове, через время он будет спать. Или же мы будем говорить Слово. Мы будем говорить Слово. Они будут без содержания, ну, как сказать. Но они не несут ту нагрузу, которая должна быть там. Потому что нет Духа в них. Когда я учился еще в Черкасске, на подготовительном факультете, в Черкасске я изучал русский язык, потому что это добро, это хорошее, обладающее новость для тех, которые тоже изучают язык. То есть, видите, я сейчас говорю, говорю нормально, вы тоже заговорите. Я говорю на тренок, потому что я говорю, вы тоже заговорите. Амин. Вы тоже заговорите. Там, знаете, были разные предметы. Но также были предметы как историю религии. Или религия ведения. Там, преподаватели, они знали Библию больше, чем тебя со мной взяли вместе. Именно Библию. Они знали Библию. Они знали Библию. Все разложит. Они рассказывают. И еще. В эту тему мы говорили, что это был царь Буила, где был царь Буила, как это был империй. То есть, они все так разложили. Но в этих словах ничего не было, кроме слов. Это просто было что? Информация, лекция и все. Важно, чтобы мы с тобой не превратились в таковых, у кого информация осталась. Я завершаю первую часть. Я скажу вам хороший привкус. Читайте эту историю внимательно. Первый раз он говорит прямо, что я хочу смерть. Я оттуда убегаю, она хочет меня убить, лучше ты меня убей. Другими словами. Но потом, когда Бог у него спрашивает, первый раз, а что ты тут делаешь? Он рассказывает, что я возровняла, господи, я там все оставил, я один такой, такой. И они хотят моей души. Но он не говорит о том, что я хочу умереть. Он так не говорит о том, что я умереть. Он не говорит о том, что я уже работаю. И потом Бог показал ему хорошо, там и ураган, и огонь, и тихий ветер. Там Бог говорит о том, что Бог не в этом, Бог не в этом. И потом Бог говорит о том, что ты тут делаешь? Он повторяет. Я там возровняю на варту. Он повторяет ту же самую фразу. В точность. И после этого Бог говорит ему, теперь, Бог говорит, что ты готов, теперь ты можешь пойти помазать, того, найди того, помолись, там и так далее. Знаете, очень интересно. Фразы те же самые были. Но, скорее всего, когда Бог спрашивал, первый раз он хотел смерть себе. Второй там потом, когда Бог спросил, а что ты делаешь? Он говорит, а все они оставили тебя, все, все, все. Я возровнял и даже меня хотят убить. Бог показывает ему силу, как Бог, Бог там не в грому, Бог там в тихом вене и так далее. Он говорит, а что ты делаешь? Но, честно, я Бог интересен. Что ты делаешь после этого, что я делаешь? Ты что делаешь? Он повторяет ту же самую фразу. И говорит та же самую фразу. Но я убежден. Я уверен. Что та же самая фраза уже была сказала с верой. И что та же самая фраза уже была сказала с верой. Все оставили. Я и так, и так. И даже мою душу хотят. Мой ум, он хочет. Помните разговор, когда Ангел пришел к... Вы помните, когда Ангел пришел к Закаре? И Ангел пришел к Закаре. Что плако и Закаре зелал? Что это было за то, что Закаре сделал? Он не поверил. Он не поверил. А вот. Что вы на вопрос Закаре? Что это было за то, что Закаре? Как же это случилось со мной? Как же это случилось со мной? Теперь посмотрите ответ вопрос Марии Ангелу. Ребята. Вопрос Марии Ангелу. Посмотрите внимательно. Вопрос Марии Ангелу. Точно, точно такой же. Закаре от этого вопроса получает. Ты не будешь разговаривать? Ты не поверил? Закаре, на вопросе, он lui a dit. Ты не поверил? Тоже самый вопрос у Марии. Тоже самый вопрос у Марии. Марии, Дугс, ты сам тебе объяснишь все. Марии, это не так же. Но как она задана? В страхе? Или же в вере? Оказывается, те же самые слова. Закаре сказали эти слова в страхе. А Марии, ну, как это будет? То есть Бог делает. И Бог там не усмотрел страх. Хотя, проверьте, это Лука 2 глава. Проверьте, то же самое. Следующий вопрос, если мы ему покажем это, вы сами увидите это. Поэтому важно, чтобы ты и я, мы вернулись к Слову. Потому что когда Слово Божие внутри тебя есть, когда Слово Божие внутри тебя есть, когда ты хранишь, ты пускаешь его внутри, это Слово обрастает, как защита для твоего сердца. как защита для твоего разума. И когда стрелы летят в твое направление, когда какая-то ситуация поднимается на работе, дома, независимо где, ты стоишь твердо. не потому, что ты уже увидел чудо, но потому, что ты знаешь то, что Бог сказал. Аминь. Давайте встанем. Халлилуйя. Халлилуйя. Ты знаешь, что Бог сказал. Поэтому церковь, я просто говорю вам, возвращайтесь домой к себе. Возьмите, примите это решение. Я буду пребывать в Слове. Я буду уделять время для чтения. Я буду искать это время. Я же могу сотворить. Я же могу творить. Я такое сотворю. Я не натворю, но я сотворю. Я не верю, я не верю, я не верю, но я верю, что я верю. Время. Время. Ситуация, при которой у меня будет время для Слово. Чтобы пребывать в Слове. Нет отговорок. Никаких нет. Не могут быть отговорки. Нет отговорки. Отговорки. Слово Божие должно стоять перед глазами. Да не откуда от глаз твоих. Поучайся. Внимай. Амин. И давайте будем молиться сейчас. Молись за себя. Чтобы на самом деле если мы так заняты, что нету времени для Слова Божьего. Чтобы Бог показал где я могу это время урвать. Что я делаю, Господь, который правда не так нужен тебе. Где я время трачу впустую. Я убеждену. Что Бог найдет это время. Он дас тебе. Он покажет тебе. И ты сможешь что-то убрать. нам нужно понимать все что в нашей жизни приходит. Материально. Все цель также даже урвать твое время от общения с Богом. Даже благословение. Даже благословение. У человека не было машины. Человек старался пивать на собрании. у человека появилась машина. У человека нет времени потому что субботу надо куда-то ехать отдыхать. Вы понимаете как какой-то ну как сказать как нонсенс или как ну абсурд да абсурд понятно он искал машину как благословение. Он молился Бог дал ему машину. Бог благословил его. но теперь Господь дай мне зарплату дали новый пост но этот пост дает возможность делать shift как называется дополнительный shift как называется я ублее дополнительное время как овертайм но овертайм все понимают овертайм да вы не знают овертайм подработки так назовем там на работе дает возможность дать овертайм да это сверх урочное время ты попросил работать еще больше зарплату бог дал тебе и подняли тебе зарплату но только там есть возможность много делать овертаймов есть такие сестры их две они одинаково называются давай давай эти сестры начинают разговаривать с тобой давай еще еще собрание успеш следующие собрание успеш следующие собрание успеш следующие собрание стоп а как твоя духовная жизнь я не говорю что нельзя брать дополнительно я это не говорю но если оно начинает мешать настолько твое общение с богом там где-то проблема есть возможно бери но не так много оставь время купи машину человек не видно потому что воскресенье мы же теперь исследуем как окрестности благословение 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 любая вещь все вещи я даже даже я вещах не говорю даже друзья дети все все они урывают время с богом поэтому нужно всегда стараться если здесь эта причина нужная тогда где-то где я могу сократить немножко чтобы иметь это время с богом но нужно и этого иметь это время сотвори эти условия при которых у тебя будет время чтобы приводить с богом молимся халлилуйя господь спасибо тебе мы благодарим тебя благодарим тебя господи боже за твою любовь благодарим что ты говорили с нами сегодня благодарим за твое слово которое оживляет господь твое слово твое слово животворит твое слово господь дает нам жизнь я прошу господь во имя ищута христа помоги каждому из нас вернуться к слову вернуться к слову прибивать слово пусть все ситуации все обстоятельства которые мешают нам которые удерживают нас которые крадут времени для того чтобы мы могли иметь время общения с тобой мы просим тебя дай нам мудрость дай нам силы просто остановить это создать это время чтобы мы могли насыщать свой дух мы могли напиться потому что в нас есть дух святой чтобы святой дух который в нас есть он снова начал просто оживлять он просто ожил он не был мертв внутри нас он всегда жив внутри нас чтобы мы дали ему больше пространства больше простора для действия спасибо тебе господь благословляем твое имя благодарим за твое слово во имя иисуса христа амин 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 слава богу святый дайте богу большую славу аллилуйя слава богу и пришло время для наших приношений наших пожертвований это время когда твое сердце это твое сердце и бог где другой человек он лишний это ты и бог насколько ты можешь богу принести то что ты для него приготовила твоя верность богу амин пусть бог благословит мы будем жертвовать мы также можем жертвовать через онлайн то есть через зашлини которые это уже делают онлайн сразу передают мы можем так же наличными здесь мы можем даже мы можем даже позже позже собран и зилет мы можем даже вы с нами онлайн есть пабуш день вы так что может тебе через paypal пожалуйста интеракт paypal можно если вы вы что что вы вы что вы вы что Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok J'ai besoin de prier DimaTorzok DimaTorzok Amen Amen C'est notre vie DimaTorzok 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 Это слово, которое мы получили сегодня, Господи, чтобы это слово еще пустили внутрь нас. Помоги нам, Господи, так что ты ведешь нас каждый день, на танкаж, на транспорт, на туда и сюда, где ты ходишь в школу, они обратно, так что ты помоги им. Пог facção, Hasan, kannst мне всего у вас больше, Господи. И что ты помог? Помоги нам, помоги нам вернуться за святого сюда, помоги нам вернуться за святого Pikachu. Я сама сказала, что что люди нам обеспительны, Господи, сами нужны, чтобы положить вашу, и сами посвящены здесь. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебе. Мы рады за тобой. Мы будем служить тебя. Будем искать тебя. Во имя Иисуса Христа. И весь народ дружно скажет. Воздать Ему со славой. Криком к нему. Воздать Ему славу. Сильнейше. И мы все, которые волны, тоже благословляем. Пусть Бог благословит вас. Во имя Иисуса Христа. На воскресенье. С Господом. Всем приветствую друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.